с мужем соблюсь по делам у нас все окей вот такая вот погода серенькая вчера качество воздуха я смотрела потому что в общем висел такой смог то есть сейчас пасмурно вчера была пасмурно и вот такое ощущение какого-то не знаю смога посмотрела качество воздуха ну прям в приложении погодном это можно сделать не специально залазю на сайты внизу приложение погодном и там короче качество воздуха 74 не лучшее такое качество воздуха еще не смотрела ну сегодня видно что просто тучи плывут вроде смога такого нет то ли горела вчера что-то не знаю а тут какой-то дождяра димви пытаемся поменять права дали нам опять appointment ждем в течение часа сюда мы приехали но потом еще в магазин поедем когда ждёмся полный димви весь забитый просто погода конечно сегодня не шикардосная ни разу но тепло всем кстати большой большой привет сижу в машине муж пошел проверить как уже сказала подъехали в dmv продлевать права сегодня погодка погодка классная дождик хочу еще успеть съездить магазин по-быстрому вален и день рождения завтра поэтому хочу что-то и купить может какие-то маленькие сюрпризы надеюсь что сама зона еще подарок не пришел валя как ты долго думала долго мы заказывали надеюсь успеет прийти приз она еще хочет шарики очень надо что-нибудь такое посмотреть тортик у нас уже есть со странной интересно такой радугой из костка будет оливье но я уже впрочем повторяюсь 5 марта будет такой рабочий день учителя это когда учителя работает дети отдыхают сделали вот такой дополнительный дыхательный день что касается настроение общего то настроение более-менее бодрые это я себя не успокаиваю а действительно в общем но был у меня такой период о котором я тоже делилась кратенько видео но просто обозначив что такое время выгорания и снимать особо не хотелось как-то все так копилась копилась но как у человека мы же все абсолютно живые люди и у нас так ну не бывает такого что на нас просто ничего не отражается ни внешние события не грида внутренние обстоятельства вот все происходящее на нас как-то отражается и она вот копится 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 и просто приходит такой момент когда вот это все настолько накапливается что возникает такой момент разные люди просто по разному это пресс переносят некоторые впадают в депрессию некоторые берут вот такую вот паузу я думаю что у меня была просто такая небольшая пауза с недельку я взяла такую паузу и позволила себе немного погрузиться какие-то переживания просто нужно это нужно если что-то отгоревать допустим то отгоревать тут вообще ничего такого абсолютно нету лучше отгоревать во время чем вот это ходить копить себе груз это еще и не полезно для здоровья так что это назовем это обычную обычной рефлексией рефлексией кстати можно ударение туда и туда я уже узнавала специально потому что у меня проблема конкретная с ударениями проблема том что я бывает неправильно употребляю ударение я лезу читать но бывает забываю и опять же то что я допустим вот повзрослела на один год недавно она тоже отражается даже если мы не хотим так думать и думаем что на самом деле мы там не считаем что мы повзрослели кто-то произносит слово постарели это не хочу такое даже и произносить близко такое слово но все равно но как-то отражается мне кажется на мыслях наших и перед днем рождения у некоторых не буду говорить у многих но у некоторых действительно может так снижаться настроение потому что начинаешь подводить какие-то итоги даже в уме даже не специально ты начинаешь сравнивать какой я был до какой я там стану после какой я сейчас что я сделал что я не доделал что я мог бы сделать он это как-то само собой происходит я думаю поэтому это все вот так вот отражается на нас и другое дело нужно после этого вставать у меня это самое такое обычное состояние когда опять же накапливается потом нужно вот порефлексировать немного подумать проанализировать события проанализировать себя людей события ситуации и все кстати идти дальше самое самое обычное дело это не решается вот как советовали тем что нужно переехать в русскоязычное сообщество это не решается у меня это не решается внешними какими-то такими вот методами потому что я жила в россии и ну я саму себя знаю естественно хорошо я жила среди очень даже русскоязычного сообщества тем не менее такие моменты периодически возникали если жить наверно по какой-то такой привычки встал поел пошел на работу потом опять встал поел на работу то есть рутина быть быть рутина тогда возможно да но если мы же думающие люди и поэтому вполне нормальные такие состояния когда человек останавливается и просто немножечко погружается в какую-то апатию надежда вера никуда не девается при этом никуда это абсолютно не уходит если она уходит если это все происходит это уже действительно тяжелая какая-то депрессия которая поддается только медикаментозному лечению то есть это уже депрессия она же уныние если говорить церковным языком православным допустим это не то совсем не то все нормально все хорошо со мной но как приходят так также быстро или не быстро но со временем она уходит это раньше когда мне было возможно еще 15-20 лет то есть я в принципе подвержена самокопания да но она действительно вот когда ты сама копалась в таком возрасте более таком юном ты может быть и при этом закапывалась я конечно говорю вот это все таким языком интересным наверное сейчас это все по-другому про проходит и происходит это действительно знаю что все пройдет пройдет и это это не пустые становятся слова для тебя это действительно так оно и есть и я знаю что вот этот отрезок он конечно он имеет свое начало и он же имеет свой свой конец и поэтому проживая вот в этом отрезке я это знаю что будет конец положительном значение этого слова конец именно вот этого периода и дальше просто ты будешь дальше же и дальше копить это все заново я не знаю звучит пессимистично но у меня это все не пессимистично у меня происходит таким образом наверное на данный момент этапы взросления этапы самозазнания самопознания да так что для меня это все нормально опять же по поводу жития бытия среди русскоязычных несмотря на то что я веду влог и ну высказываясь и как бы может быть я не знаю кажусь или не кажусь таким человеком более коммуникабельным там я ну не настолько вот как сказать не компанейский на самом деле человеке не человек компании мне не нужен не нужно шумное общество я привыкла на самом деле жить в своей семье и и заниматься семьей интересами семьи мне нравится отдыхать с семьей мне нравится проводить праздники вот гулять с детьми находиться путешествовать именно семьей я не публичный такой не компанейские вообще ни разу человек то есть у меня будет друзья мне хватает на свою жизнь там свою жизнь там ну я не хочу говорить количество но вот малое количество друзей мне не нужно не нужна вокруг шумная компания поэтому поэтому это все все не про меня короче говоря даже когда в студенчестве помню вот просто формировала он наверное сам по себе сформировался такой круг какой-то тесного общения с кем действительно интересно и и люди с кем вообще не интересно с кем не разделяешь их какие-то там убеждения мнения то есть чувствовалась вот эта разность и общаться вот ради чисто общения с человеком который тебе не близок это вообще ни разу не мое тем временем у нас уже и дождь успел пройти и начаться и прийти снова муж все не выходят здесь такая веселая лужайка у меня перед глазами в общем вот эти дома и там белки красные птицы птицы за белками белки за птицами такая веселуха идет у них не скучная жизнь в мурсвилле вон она скачет белка так мне сейчас окна скажут что я их снимаю людей мне тоже не понравилось если какой-то бы чел снимал мой двор с из машины заехали в волмарт пепси на дни рождения смотрю так яблоки красиво вывалили из ведер они вообще мягкие не кокучие смотри вот это пасхальное как они могут быть пасхальные у них пасха это письма они до тридцать первого тридцать первого марта пасха какие эти эти кролики где вот уж такие же старые все кексы смотрим кексы валя в школу после дня рождения понесет угощать старье какое-то в воскресенье надо ехать видимо колбаска на оливье мясо батон помидоры а на детский тот день рождения у нас заморозки еще колбаса или все равно взять на всякий случай берем колбасы вот шугар иди за шугаром давай у нас сезон оливье с нового года продолжается поэтому еще одну колбаску взяла себе овсяного молока брала раньше в этом по-моему в Алде в общем я не помню хорошая эта фирма или плохая кто-то в кофе добавляет но мне что-то в кофе вообще не нравится овсяное молоко еще на этой теме йогурт я рада своих подписчиков посмотрите яйца яйца яйц взяли а что там такое с яйцами случилось что мне надо радовать людей опачки каких подписчиков я буду радовать Виталь с какого скажем так фронта 1348 60 эксов Виталь у нас пасха на носу пошли дома работать да вот это как мы приехали вот такие же цены фиговые были скоро пасха я не поднял в два раза но они опустят они опустят цены в отличие его в общем мы ждем что опустят они дешевле маленькие коробки взять ты не смотрела вообще соотношение может они нету да почему маленькие яички пойдем маленькие упаковки яичек вон все подорожали 18 яиц 4.12 долларов 60 люди расхватали их тоже расхватала но нечего хватать все понятно держимся у нас тоже нужно видео называть что с яйцами в Америке зашла в отдел посмотреть Вале леггинсы она просила леггинсы здесь музыка музыка 4 доллара футболки дешевые какие-то 4 четыре с половиной долларов вот такой типа лошадки такой марки она конечно мне кажется в ромашку может не очень вот такой мне кажется еще нравится может быть с той стороны и 6 на десять лет видишь остались по 3 доллара я думаю в десять лет кто-то будет с лошадками ходить на попе мне кажется уже и не носят такое если ты делала то почему нет а бывают девочки которым 5 лет они чего на десять лет да ладно мне вот такие вообще нравятся но не знаю Вале по-моему смайлики может не знаю очень классные или не марки наверное те да фиолетовые возьмем вот такие выбрали в общем с единорогами взяла Вале вот такие ободки тут три штуки три разные может что-нибудь что-нибудь выберет для себя три доллара почти стоит взяли Вале для поддела картон картон пять долларов сто листиков кисти гуашь тоже Вале для творчества это аналог sylvanian families у меня Вале уже что-то как-то что-то как-то перестала играться так от этого грустно я так люблю игрушки и хоть себе бери покупай я знаю взрослые коллекционируют вот этих sylvanian families домики я такой фирмы раньше даже вообще не встречала honeybee называется ой какие интересные животные разные и машинки домиков нету а нет вот же домик вот такой домик двадцать пять долларов домик что тут есть у нас из новых барби барби что-то вообще не хочется это я уже про себя говорю барби экстра вот почем здесь 33 доллара а у нас я помню цены так повышались повышались я не помню уже три четыре по-моему тысячи сейчас даже не знаю сколько но здесь сколько вон у нее нарядов в комплекте ну какая классная такая милая а вот это штуков поп-ит 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 и Валя сама делает вместо этого нам все равно за шарами я куплю а давай там купим там они поменьше слаймы плейдо тут какая игра ого Виталь подними этот чемодан покер сет просто подними сколько там килограмм покера еллоустоун 30 долларов красивый кейсик кейс имеет на самом деле много значений этот еще тяжелее покер почему с тобой в покер не рубимся вот чемодан с покером на день рождения легче я не тот не тот не тот подняла так ну я же говорю чемодан сколько это весит а почем она здесь оперейшн а вон она она здесь по 20 долларов оперейшн ну вот свечи валено до 8 ну чисто так а мне вот а мне вот никто свечу не воткнул не хватило на меня свечей что тут еще полезный вообще ряд кстати тут шарики а почему тут шарики тут есть все все мишики шарики и ободки тоже ну такие о это что валя любит всевозможные попытки чем больше тем лучше тесто это же слаймы тут и слаймы виталь смотри мы искали тут целый ряд что можно видимо вот так вот купить всякой ерунды нет пиньяту напихать ей нет маленькую маленькую лошадку она будет лупатить папушку взяли свечи и вот такие браслетики светящиеся валя хотела их ей на 14 февраля мальчик палочку подарил такую ей понравилось так еще шариков взяли 35 долларов крыша мэллаз правильно нет это пипсы огромные гигантские зайцы ничего себе смотри какие прикольные виталь а вы мне какую-то красоту подарили которую нам выбрали фухим вот валя еще такую открытку выбрали о какие огромные наверно не видно да вон она огромные жирные чайки парят мне не видно что-то она мне на камеру не попадает все скупились приехали домой муж пошел за посылкой валеный вроде как смарт-вотч пришли сегодня вечером буду запаковывать хочу найти коробочку и все все туда вот эти подарочки мини-сюрпризы сложить а шарики наверное завтра уже с утра в доллар три муж либо один с утра съездит чтобы она проснулась уже были шарики ну и плюс такие еще надуем которые не летучие а тебе еще надо расчесаться малочка спасибо а да носочки валя готовится к встрече лучшего ну я имею ввиду лучшего праздника в году какой лучший праздник у валя в году новый год а завтра что у тебя новый год сколько валя завтра лет 99 99 лет валя исполняется валя у нас уже старушка да ты че свет выключила вообще темень ты в этом в этом платье будешь завтра день рождения встречать валя принцесса не ну че давай всем соловьям волосы наколдуйтесь аааа почему они такие какие то уже распушенные чересчур а валя досиделась в планшете теперь ходит в очках да не ходит хорошо видно конечно хорошо видно это вот так кукол ты надела это вот так можно их наряжать волосы это уже сделала а вы с папой уже играли вчера папа папа лучший валин друг тебе надо обклеить ее а то она тоненькая ну или на картоне напечатать мы как раз картон купили прикольно развлечение для девочек а это папина да папа ее наряжал а вот это проклеенная скотчем китайские куполки да это ж китайские такие китайцы придумали или кто гардероб а я сижу читаю письма по приходили письма снова со школы пришло от средней школы средней школы в общем пишет что процент посещаемостью у них снижается в общем им это не нравится когда был к вид у них пять процентов всего была посещаемость в этой средней школе а сейчас якобы 19 процентов в общем директора недоволен говорит что родители если позволяет детям пропускать школу не только по причине болезни то вы типа прививайте своим детям вредные привычки в америке вот так все очень даже строго с этим парикмахер не пациенты а посетители посетители клиенты ну все больше в письме такого ничего интересного не было просто с вами иногда делюсь нашими школьными новостями в общем они следят за тем чтобы вредных привычек у детей не было потому что некоторые якобы злоупотребляют вот этими вот всякими вейпами поэтому они следят пожертвования собирают ну и все в таком духе ау ау файл а что ты там у меня там вообще волосы остаются ясно паша еще сегодня приехал со съеденной уже пачкой чипсов точнее ну с пакетом из-под чипсов рассказывает их водитель настолько добрая женщина что она периодически раз там во сколько то выдает им вот ну давай некрасиво так ну ты чё выдает им по пачке чипсов просто так паша говорит покупает на свои ну не факт что покупает на свои я не знаю ну у вали по крайней мере такого не было тюма тоже такого не рассказывал а здесь уже такая у нее традиция какая-то выдавать буквально такую небольшую совсем маленькую такую пачечку читас но не знаю с чем это связано но готова такое ощущение когда спереди смотрю валь я выгляжу точно так же еще у меня тут цветочки со вчерашнего дня живут живых тюльпанов муж не нашел в горшочке еще одних но те завяли мне уже жалко что то это выращиваешь их и не завидают Валя в доллар ты наконец-таки приобрела себе скакалку мечтала ты в школе на ней прыгаешь да но она тебе длинная мне кажется чем длиннее тем сложнее у нас к счастью нет соседей внизу вроде как и и и и и и и и